Доброе утро еще раз. Меня зовут Улегин Урозалиев. Трансляция ведется с официального офиса Аль-Пари из города Алматы. Мы с вами встречаемся ежедневно для того, чтобы вести эффективную торговлю по трем активам. Евро-доллар, фунт-доллар и фьючер-золото. Мы несколько дней наблюдаем с вами за пробитием горизонтального коридора по золоту и по евро. Несколько раз мы получили с вами стоп-лоссы, но каждый раз при пробитии сотового уровня вниз мы с вами еще раз заходим. Вчера произошло еще одно событие, то есть наконец-таки пробился коридор по фунт-доллару, поэтому будем сегодня все это обсуждать. Сегодня в Алмате очень плохая погода, опять льет дождь, поэтому если будет звук заикаться, это скорее всего будет от нашего интернет-провайдера. Но будем надеяться, что пока все спят, мы быстренько проведем этот обзор без технических сбоев. Давайте с вами посмотрим на экран и будем с вами обсуждать, что же там произошло. Итак, что же происходит? Смотрим на евро-доллар. Давайте я его открою так, как есть. То есть я не менял ничего, то есть остается та же самая у нас коррекция, которую мы ждем до 261 уровня. Вот здесь мы не добивали один раз, нас снесло по стоп-лоссу. Вчера мы с вами встречались 21 октября в 6 утра вот в этом промежутке и сделали позицию сел. То есть этот сел у нас зелененький, вот сейчас он стоит. Стоп-лосс стоял на 76, выше 76, как вы видите, я его не модифицировал. То есть цена подошла к нему, не коснулась его и уже протестировала 161, пробила 161. И сейчас, что резюме на сегодня, мы дожидаемся 261. То есть смотрите, еще раз повторюсь, что по данной тактике нужно сохранять абсолютное спокойствие. То есть мы сидим целый день, один раз в час смотрим, лишь бы наш стоп-лосс не снесло и вновь не пробило сотый уровень. Если это произойдет, нужно заходить еще раз. Поэтому вчера с нами ничего страшного не происходило, стоп-лосс не задело. Но 24 октября я буду вам рассказывать, помните вчера какой у меня был депозит, он доходил уже до 14800, сегодня на нем уже 16500. Дело в том, что вчера для меня был показатель того, что когда цена пошла на сотку, то есть не задев 76, вдруг закрывает тело, оставляя шпильку. То есть она не пробила сотый уровень красиво, а оставляет такую шпилечку. И в этот момент я добавил еще один лот. Для чего? Для наращивания капитала. Я сейчас все это вам расскажу, но вы этого пока не делайте. Я вас потом этому научу. Вот, когда звук пропал, да? У всех звук пропал? Если у всех, если у кого-то есть звук, поставьте плюсик, пожалуйста. Если у кого-то есть звук, плюсик поставьте. Все, отлично. То есть смотрите, что произошло. Когда цена пошла к 76, не задела его и оставила шпилечку вот такую. Я вот здесь обычно, когда уменьшается у меня депозит, я усредняюсь. Ну, то есть добавляю еще один лотик. Ну, то есть каким я работаю, лотом или 0.1, или 0.01, без разницы. И торгую, и торгую от сотого уровня до 161 уровня. Таким образом, я забираю себе в карман вот такие вот промежутки. 27 пунктов от сотого до 161 уровня. То есть вчера после вот этой шпильки я зашел здесь и забрал две позиции по евро. Но здесь есть маленький секрет. Смотрите, одну позицию я забрал прямо на 161, а вторую позицию я забрал на половине. То есть я там два лота в отбор. Один на половине забрал и один до 161. Этого вам делать не нужно, я вам сейчас просто объясняю. И вот в историю счета провалились вот такие две уникальные вещи. Так, это что за счет у нас? Сейчас, секундочку. Выбрать период. С первого, окей. Выбрали, да? Вот такие две уникальные вещи провалились нам в историю счета. Смотрите. Вот он, евро-доллар, забрал 15 пунктов, половинку. И второй евро-доллар забрал, ну, почти 20 пунктов. Почти 20 пунктов. Почему? Потому что, ну, то есть, еще раз повторюсь, зашел после шпильки под сотым и забрал. Для чего это я сделал? Для того, чтобы восстановить немножко свой капитал. Вот здесь наверху, смотрите, есть, я сразу повторю, чтобы вы этого так не делали. Наверху у меня есть выключенный фунт. Он выключился. Минус 28 пунктов. Я сейчас объясню, почему так произошло, чтобы у вас такого не было. Сам предупреждал всех, а сам наступил на эти грабли. Давайте закончу с евро-долларом. Потом на фунт перейдем. То есть, по евро-доллару вчера стоп-лосс не задевало. Я немножко еще заработал от сотки до 161. Я вам сейчас показал в истории еще. Это можно делать, если, ну, соответственно, депозит позволяет, то можно раз быстренько от сотки до 161 заработать. Почему? Потому что глобально мы стоим по часовке вниз, и по четырех часовке глобально тренд уже пробил восходящий тренд. Поэтому он формирует сегодня уже нисходящий тренд. Ну, по моему мнению, да. Резюме на евро. Резюме по евро на сегодня. Ничего не могу сделать, Сергей, со звуком. То есть, я не могу остановить дождь. Я не могу Зевсу сказать, чтобы он не пускал молнии нам в окно. Но на самом деле, мы сидим на 21 этаже. Проливной просто дождь льет. Поэтому, скорее всего, звук хромает. У кого звук... Поддержите. Чумака прыгнул. Да. Хорошо. Спасибо, Сергей, за совет. Итак, смотрите. Резюме по евро сегодня. Мы же смелые с вами трейдеры, поэтому дожидаем... 261-го. Почему? Ну, вот эта вот коррекция должна отработать. То есть, мы... В ней уже несколько стоп-лоссов получили. Поэтому, вчера я говорил, обязательно пойдем на 261-го. Вчера мы не задели стоп-лосс, это очень хорошо. Сегодня давайте заберем... Профит на 261-го. По евро все понятно. Дополнительных входов по евро сегодня нет. То есть, все сегодня коридоры пробиты вниз. И наш коридор, который рекомендовал я изначально, и другой коридор, который я рекомендовал... ...людям, которые с нами вместе не успели. То есть, и другой коридор, он, допустим... Ну, он вообще еще пока нетромутый, да, стоит? Хорошо. Блин, совсем все хромает. У меня чат... Пропал. Ладно, теперь я буду без чата общаться. Поэтому резюме по евро давайте быстро... ...закончим с этим евро. Ждем... ...ждем чего? Ждем... ...ждем его добивания до 261-го. ...ждем его добивания до 262-го уровня. Переходим на фунт-доллар. И вот здесь у нас праздник, смотрите, на фунт-долларе. Дело в том, что вчера коридор наконец-таки был пробит. То есть, он вот это... Была обманная свечка, на которой я вчера немножко потерял денег. То есть, он проходил, потом тело спрятал за сотку и пошел опять вверх. Ну, тут он вдруг пошел и тело опять... Так... Сейчас, секундочку, я просто ваш чат не вижу. Все. То есть, здесь комментарий какой? По фунту сейчас есть вход. То есть, кто сейчас меня слышит и видит... ...по фунту, если вы сейчас зайдете... ...по фунту, если вы зайдете, у вас тут будет стоп-лосс всего 5 пунктов. А тейк-профит у вас здесь будет 130 пунктов. То есть, стоп-лосс 5 пунктов, тейк-профит будет 130 пунктов. Безобразие, да? Я так думаю, что меня никто не слышит и меня никто не видит, да? Секундочку. Давайте прервемся на секундочку. 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Если меня слышно, откликайтесь. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Откликайтесь, если меня слышно. Я уже прочитал ваши комментарии. То есть, да, сами... ...и говорили, заходите на шпильки, не заходите на шпильки, а сам наступил на эти грабли. То есть, давайте я сделаю... ...резюме сейчас по фунту. Долгожданный коридор пробивает телом, заходим. Сейчас мы находимся по выгодной цене. До нашего стоп-лосса всего 5 пунктов. В данном случае рекомендую поставить стоп-лосс выше 61-го, потому что 5 пунктов для фунта это ерунда. Давайте зайдем на рынок, поставим стоп-лосс на 61-й. То есть, цена будет 1,5447 у стоп-лосса. Вот, заходим. Заходим на рынок, ставим тейк-профит на 261-й, стоп-лоссы в данном случае ставим на 61-й. Не на 76-й, а на 61-й. Почему? Потому что до 76-го очень близко. Графика нету, обновитесь. График не видно. Как график не видно? Как график не видно? График не видно, график не видно. Стоп-стоп-стоп. Все, отлично. График видно сейчас? Все. Я извиняюсь. Так, график. Вообще. Все. Вот теперь появилось изображение. Пьем кофе, да? Сейчас изображение есть. Раз, два, три. Где график? Как где график? Я его уже поставил. Появился график? Обновите странички, график появится. Все, отлично. Итак, давайте я просто быстро-быстро сейчас, из-за того, что был технический сбой, поясню, что сейчас заходим на фунта. Почему заходим? Потому что пробитие было. Сейчас, в данный момент мы находимся по выгодной цене. Кто-то уже зашел. Кто зашел? Здесь тот молодец. Почему? Потому что по правилу, после пробития, на открытии нового часа, нужно было заходить. Кто-то зашел. Поэтому не добавляемся. Кто зашел? Стоите. Я тоже зашел. Видите? То есть, я зашел через час после этого. То есть, меня не было в этот час. Через час я увидел, ух ты, пробило. И зашел. Вот он мой селл стоит. Вот он мой тейк профит стоит. Вот он мой стоп-лосс стоит, 76-й. Кто заходить будет сейчас. Кто заходить будет сейчас. Кто будет заходить сейчас. У кого поток отсутствует, обновите страничку. Тот стоп-лосс ставит на 61-й. Потому что до 76-го очень близко. Резюме по фунт-доллару. Долгожданный многодневный коридор, который мы с вами наблюдали, наконец-таки пробит. Будем пытаться забрать тейк профит на 261-м. Со стоп-лоссом в данный момент на 61-м. Кто заходил под соткой, по правилам у того, стоп-лосс на 76-м. Видите, я свой стоп-лосс не трогаю. Я свой стоп-лосс не трогаю. Правильно, я тоже там не помню, когда зашел. Это было во сколько часов. Ну да, где-то рано утром или поздно ночью. Зашел, и вот моя позиция до сих пор стоит. То есть, я не трогаю. Почему не трогаю? Потому что у меня до стоп-лосса 200 пунктов. Снесет, так снесет. Но это 20 пунктов, вернее. Это нормально. А вот кто сейчас зайдет, ставьте стоп-лоссы на 61-м. У вас там 15 пунктов на стоп-лосс. Все, теперь мы еще добавили третью сделочку. То есть, у нас есть сделочка по евро-доллару, есть сделочка по золоту. И мы добавляем сделку по фунту. До 261-го. Сколько там до 261-го пункта? 120 пунктов. Фунт. Рафаэль, если вверх пойдет, то снесет наш стоп-лосс. Если пойдет вверх, то вот этот мой стоп-лосс, он сейчас выключится просто. И я буду опять сидеть, ждать либо 0 пробития вверх, либо сотку пробития вниз. То есть, если вверх пойдет, стоп-лосс мы получим. Но я буду радоваться этому. И, наконец-таки, наше долгожданное. А, вот здесь, смотрите, я вам сделаю обзор такой маленький, небольшой. Видите, у меня по фунту вчера снесло стоп-лосс. Это было вчера. На самом деле. Вчера какой-то. А, снесло сегодня, а вход был... Что за безобразие? Когда это было? Сегодня какое число? Какое сегодня число? 22-ое? А, сегодня 22-ое. Правильно, это было вчера. Я даже помню, это было за рулем. То есть, смотрите, что происходило. Еще раз напомню. На планшетах, на мобильных телефонах, да, на мобильных телефонах нету этой Фибоначчи. Поэтому я вчера ехал за рулем, смотрю, вот эта свечка давит. И она закрылась. И когда она закрылась, я просто поставил горизонтальную линию, перепутал вот с этой линией. То есть, хотел сюда поставить, а перепутал за рулем телефона вот эту линию. Поставил вот так горизонтальную линию и думаю, опа, пробило. Взял и зашел. Поставил, естественно, стоп-лосс на 76-ой. Я его наизусть помню, 1.54.37. Туда поставил стоп-лосс, и меня его там снесло. То есть, я стоял там что-то 1.54 с запасом. Там 49, 99, что-то такое. Вот, но за рулем я перепутал, смотрите, вот эту свечку, вот с этой свечкой. То есть, смотрю, ага, вроде пробило. А, ну все, значит, можно... Нет, у меня не планшет, у меня телефон. Там Фибы точно нету. Поэтому я пользуюсь вот такой штучкой. Такой раз, подставил, а пробил. То есть, это была ошибочная сделка. Вот этого делать нельзя. То есть, еще раз повторюсь, она лишние у меня деньги забрала. Минус 28 пунктов забрала. Вот. Но зато после этого, после того, как я разозлился на вот это, я начал усредняться по золоту. По золоту были вчера моменты усреднения. Смотрите, я вам сейчас покажу, что происходит. Во-первых, резюме. Дожидаемся сегодня 261. У кого золото в плюсе? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Я хоть за вас порадуюсь. Кто золото до сих пор держит? Вчера мы с вами вместе зашли. Вчера мы с вами вместе зашли. Тейк профит у нас на 261. Сегодня мы его закроем, этот тейк профит. Закроем и положим себе в карман вчерашнюю сделку размером в 200 пунктов. Я думаю, что раньше редко кто зарабатывал 200 пунктов. Но со вчерашнего дня мы заработаем 200 пунктов. Нормально. Поэтому резюме по золоту дожидаемся. Но смотрите вчера, как я добавил позицию. После неоднократных сбоев, у меня там стоп-лоссы были по фунту и так далее, мы с вами встречались в 6 утра вчера. Вот здесь в 6 утра. Вот здесь мы с вами встречались. Как раз сделали сделку. Золото пошло вниз. Далее, смотрите, она протестировала сотку и опять шпильку оставил. Я взял, здесь добавил 2 лота. Но вам этого делать не нужно. Я просто говорю, как это делает трейдер, который уже к этой тактике очень хорошо привык. Если шпилька остается, то есть не взяли сотку, закрылись. На открытии ноу-часа я открываю 2 позиции. Одну позицию я закрою на 161-м, вторую позицию я закрою, может быть, на половине. Но смотрите, что вчера произошло. Одну позицию я закрыл, естественно, на половине, а вторую позицию, когда она так начала сильно давить, я думаю, дай-ка я ее закрою на 261-м. И закрыл я ее вот здесь, на 261-м. Смотрите, как хорошо. То есть на 261-м от ее полудуги. Одну на половинке закрыл, а вторую не стал закрывать, закрыл на 261-м. И в историю счета мне провалились вот такие вот две сделочки, смотрите. То есть одна на половинке была закрыта, 64 пункта, а вторую я забрал капитально, то есть 120 пунктов, то есть это было уже по 261. Сегодня я пришел, смотрю, стоит, не может пробить 261. Почему сегодня? Потому что вчера спал я в это время, да, то есть и все, и забрал. Вот, то есть вот таким образом, вот таким образом можно, когда у вас немножко депозит начинает проседать, но это не сейчас, это когда вы опыта наберетесь, привыкнете к этой тактике, можно вот так от сотки до 161 забирать лотиком, двумя лотиками и так далее, и так далее. Таким образом, вчера было 14, ну сейчас покажу историю счета, за вчерашний день. 192 пункта я вчера забрал по фунту, хотя, ой, по фунту говорю, по всем трем валютам, 192 пункта. Хотя валюта еще не достигала, хотя тейк-профитов не было. Откуда эти 192 появились? От сотки до 161, от сотки до 161, вот такие вот вчера были маленькие сделочки. Но основная сделка, которую мы с вами открываем вместе, я ее не трогаю. Для чего? Для честности. Что вот мы вчера с вами зашли именно вот здесь, это я на ваших глазах, тейк-профит 261, стоп-плост 76, дожидаемся сделки по золоту. По фунту мы с вами зашли, тейк-профит 261, стоп-плост 76. И по евро сегодня тоже дожидаемся тейк-профита 261, 76. Абсолютно все графики подтверждаются на 4-х часовке. По евро на 4-х часовке мы идем вниз, по золоту на 4-х часовке мы идем вниз. И вот здесь, смотрите, что по золоту, какое у вас хорошее подтверждение. Почему нужно держать золото до сих пор? Потому что есть долгосрочный вход по золоту. Вот он вам долгосрочный вход. 4-х часовка пробивает сотку. Можно зайти в долгосрок со стопиком 40 пунктов, с тейком 130 пунктов. Почему наша сделка закроется? Потому что она еще и подтвердилась 4-х часовым пробитием. Вы, кстати, правы. Кто сказал, что дождь кончился? Дождь кончился реально. Связь лучше стала? Связь лучше? Значит, все это от дождя. Дождь реально кончился. То есть, если он лил до этого проливной, то сейчас он уже все затих. Чувствуется даже в офисе тишина. Поэтому наш интернет зависит от дождя. Поэтому, когда идет дождь, наша трансляция будет немножко хромать. Стопы где стоят? То есть, по сделочкам, которые мы сделали с вами вместе, вот они наши стопы. Вы прямо на телефон мобильный сфотографируете просто и все. Я обычно, когда смотрю онлайн презентации или еще что-то, я под руками держу телефон и быстро все фотографирую с экрана монитора. Чах-чах-чах-чах сфотов и все. Чтобы потом это просто вспоминать и так далее. И еще данная трансляция будет выложена в Ютубе. Через полчаса я пока там соберу все шнуры. И через полчаса я, да, ну или скриншотить можно. Я выложу в Ютубе для тех, кто не успел. То есть, что мы делаем? По золоту у нас хорошее подтверждение есть, поэтому дожидаемся. Если кто-то хочет, можете двигать Трик Профит на 261. Но я не рекомендую опять-таки этого делать, потому что мы вчера с вами договорились. Если мы работаем по часовому графику, значит мы ждем все это по часовому графику. Если мы будем на 4-х часовом что-то искать, значит будем... В данный момент мы работаем с вами по часовому графику. Поэтому убирая эту Фибоначчи, она нам не нужна. Оставляем наш Фибоначчи, в котором мы работали до этого. То есть, коридор, который нам нужен закрыть, по которому нужно нам закрыть 261. Вот. Поэтому, если есть вопросы, я уже начал видеть ваш основной чат. Пишите, я вам обязательно расскажу. Серебро посмотрим, пожалуйста, да, если время будет. Так, по добавленным позициям вопросы. Но, опять-таки, если позволяет money management, если шпилька не пробивает сотый уровень, торгую от сотки до 161. Но это коротко для того, чтобы просто свой депозит немножко нарастить. От сотки до 161. От сотки до 161. И депозит понемножку растет. Вчера вот было 4 сделки, которые я вам показал. По евро-доллару 2 сделки я сделал. И по золоту 2 сделочки. Они немножко мой депозит нарастили. Но, опять-таки, смотрите, почему я люблю золото. То есть, евро-доллар 150 долларов, евро-доллар 190. Ну, а у золота 600 долларов и 1200. То есть, есть разница. То есть, золото немножко длиннее ходит. Поэтому, как бы, я его больше люблю точно. Смотрим доллар-канадец и смотрим серебро. Ну, просто для интереса. Опять-таки, чтобы вы учились. Что с этой тактикой вы можете быть аналитиком по любой валютной паре. Не обязательно там по своей любимой. Все. Что я открыл? Доллар-канада. О, доллар-канадок рисует красивого лебедя. Вот смотрите. Вот крыло лебедя. Вот голова лебедя. Ну, вот обычно я раньше так проводил обзоры. Когда я еще был неопытным трейдером, я говорил. Смотрите, это крыло лебедя. Это голова лебедя. Значит, пойдем куда? Лебеди куда летают? Они вверх летают. Значит, вверх пойдем. На самом деле, этот график будет отрабатывать вверх. Но сделаем маленький такой обзор. Что здесь было? Смотрим последнюю коррекцию. Она, естественно, на глаз уже видно. Она отработала и 261, и 423, и тестирует 423 с верхней стороны. Вот. Других таких глобальных коррекций я не вижу. Вот этот одноцвет не отработал еще. Смотрите, по канадцу. Вот он был падение. Вот по канадцу было черное падение. Далее пробитие вверх. Вот он еще до 261 не отработал. Его можно до 261 ожидать, но рентабельности здесь нет. 70 пунктов до тейка, а до стока у нас тут 100 пунктов. Рентабельности нет. Поэтому данная сделка не для людей, которые не хотят рисковать. Поэтому воздержимся. Самая лучшая позиция – это воздержаться. И давайте проверим канадца по 4-х часовке. Вот по 4-х часовке вход есть. Отличный, красивый вход. То есть я обычно вхожу на таких входах по золоту и так далее. Находимся мы… Ну, опять-таки, рентабельности нет. Смотрите, вот эта свечка… А, здесь смотрите, какой плюс у канадца. Эта свечка пробивает вместе со 161. Здесь ждем его на 423. Вот здесь есть рентабельность. В стопе 80 пунктов, в тейке у нас 180 пунктов. Я вижу, что вы канадца продали. Поэтому закройте канадца на цене 1.3092. На 161 канадца обязательно закрывайте. Он его протестирует сейчас вниз. 1.3092. На этом моменте канадца нужно закрыть. Почему? Потому что в данный момент вы торгуете против тренда. Почему против тренда? Потому что каждый следующий хай выше предыдущего хая, каждый следующий хай выше предыдущего хая, вы сейчас торгуете против тренда. Этого делать нельзя. И вот эту мысль не пропустите. Смотрите, то есть, если мы пробиваем вместе со 161, то мы пойдем на 423. Протестируйте из истории, посмотрите. Если вместе со 161 пробиваем, обязательно идем на 423. По канадцу, я надеюсь, резюме понятно, закрываемся на 1.3092. У кого sell? 1.3092, то есть, 161 еще раз протестируем. От него уже будем толкаться на 423. И вот здесь, я просто канадца еще не видел, давайте на дневке посмотрим. Дневка тоже подтверждает разворот вверх. Вы прекрасно все это видите, давайте я его увеличу. Дневка, смотрите, было падение, то есть, была коррекция, и эту коррекцию мы уже игнорировали. Раз, два. Все, то есть, пробили, находимся под 161. У канадца по дневке сделка такая. В стопе 120 пунктов, в тейке 220 пунктов. Поэтому, кто продал канадца, пожалуйста, закройте его на 4-часовом 161. Закройте его, пожалуйста, вот здесь. Вот здесь, на 4-часовом 161. Закрывайте канадца. 1.3092. Далее, по многочисленным просьбам, многочисленным говорим, кто-то там один просил, да, то есть, смотрим и учимся. Смотрим евро. Смотрим евро. Опять-таки, знать не, ой, не евро, серебро. Знать не знаю, что такое серебро. Не буду на месячном анализе, сделаю на дневке. У серебра такая же ситуация, как у золота. То есть, мы идем вниз. Вот оно было пробитие полудыги вниз. Я сейчас посмотрю, был ли одноцвет в прошлом. То есть, здесь, знаете мне почему... Я сейчас выдам вам маленький секрет. Почему мне не нравится серебро? Вот я уже много лет торгую на золоте. А почему не нравится серебро? Потому что, обратите внимание, на часовой график серебра и на часовой график золота. Это две абсолютно разные вещи. Серебро – это хаос. Серебро мне своим расположением свечей напоминает доллар-иену. Поэтому я по нему не торгую. Но здесь резюме такое. По серебру торгуем до 261. Вот он. Заходим. Стопик у нас на 76. Торгуем до 261. Если кто-то меня слышит, поставим плюсики и жду я от вас еще вопросы. Плюсики. Раз, два, три. Меня слышно? Видно? Дождь кончился. Вы должны меня слышать. А, я понял. Вы уже сделочки выставили и убежали. Все. Я вам нужен всего буквально на 15 минут, чтобы выставить сделочки по евро, чтобы выставить сделочки по фунту, по золоту. А, уже серебро канадец вам не нужен. Если нет вопросов, буду потихонечку с вами прощаться. Но сделаю маленькое объявление. Внимательно слушаем сейчас объявление. Все те, кто подал заявки на просмотр курса 24 октября, молодцы. Все те, кто еще не подал заявки, последний срок сегодня. То есть завтра заявки приниматься уже не будут. То есть сегодня пополняем последний срок сегодня, до конца рабочего дня даем заявки на просмотр курса. Завтра ни пополнения, ни ваши письма в студию, ни звонки приниматься не будут, потому что завтра с утра уже все утвердят списки и кому надо отправят ссылки в личный кабинет. Для тех, кто пополнил счет, смотрите, как нужно смотреть. У вас, во-первых, будет ссылка в кабинете, то есть там будут курсы, и вы спокойно зайдете. Почему? Потому что вы этот личный кабинет указывали в заявке. И второе, вы можете просто через расписание зайти, авторизоваться, и вы тоже попадете на этот курс. Внимание тех, кто еще не пополнил и не подал заявки. Сегодня последний день. То есть сегодня до конца дней пополняемся, делаем заявочки и участвуем. На этом семинаре, я не буду выдавать тайну, неимоверное количество участников, и всем вам спасибо, потому что вас будет очень много, вы будете там общаться, вы увидите, сколько вас там много будет. Поэтому маленькое объявление прослушали, все хорошо. Желаю вам сегодня всех закрытия тейк-профитов, потому что сегодня четверг. Если они сегодня не закроются, то завтра они точно закроются, потому что пятница день новостей. Спасибо всем за внимание. Не забываем, если вы вдруг пропустили эти сделочки, смотреть повтор на канале в YouTube, на моем канале, то есть фамилию, имя мою ведете, посмотрите. И закрывайте тейк-профиты и больше не заходите. То есть я имею в виду, что не заходите на другие валютные пары и так далее, и не заходите в этот самый коридор. То есть после того, как коридор отработал, просто удалите Fibonacci, ждите новые коридоры. Всем спасибо, всем удачного дня, хороших тейк-профитов, хорошего настроения. До завтра, до свидания.